вот мой предыдущий рисунок посмотрите город хоринис строят корабль здесь дом просто так получилось что он закрывает на половину из воображения здесь нарисовано солнце здесь очень богатый какой-то человек живет на своей собственной планете живет короче видели ли вы когда не такие рисунки по готике где морское чудовище рисовал хоть плохом качестве видели вы такое где вы столько всего было нарисовано где эти лезут через стену где рыцари стоят где хранить и стоят в деревне где ремонтирует очистное сооружение где где-то шахты видели вы крайне такой нет это ничтожный рисунок мой да я не уничтожил справа а такое вообще вот еще рисунок никто не оценил даже ладно в тишине буду рисовать просто перспективы здесь предупреждаю это будет психодел перспективы здесь не ждите никакой да я не умею рисовать мои лучшие рисунки выбросили на мусорку вы видели какие-то рисунки я рисую душой вкладывают душу в них если вы видели их увидели что они отличаются от любого рисунка профессионального лучшую сторону на их вы не увидите поэтому я все снимаю теперь все что рисую потому что у меня психологическая травма с тех пор когда все лучшие рисунки мои выбросили классные рисунки мои выбросили Продолжение следует... 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 На бесконечные, которые, кстати, на самом деле, панику там разводили, помню, я офигевал от паники, что ресурсы скоро кончатся. Да они никогда не кончатся, капиталисты никогда не перейдут на другие виды ресурсов, потому что им невыгодно. Как вы не поймете, блин. Никогда роботов не будет у нас, потому что капиталистам невыгодно держать роботов, им выгодно держать раба, человека простого, платить копейки, которые даже не хватает на медицину нормальную, подлечиться. А роботу придется лечить, чинить его. Много денег на это тратить, понимаешь? Это сказал Николай Базилев. Я, как честный человек, делаю ссылку, а не присваиваю себе чужое, блин, как делают некоторые. В кавычках совесть. Никто меня не слушает. Слышит меня хоть кто-нибудь, а голос во тьме. Никому это не надо, да. Скоро вообще будете жить в концлагере тоталитарном, цифровом. Только Гитлер вам покажется, знаешь, покажется вам просто аленьким цветочком по сравнению с тем, что нам готовят. Мы все будем жить в цифровом концлагере. Ужасном. И нам будут говорить, что это безопасность, для нашей безопасности. И вы будете верить в это. Вы всему верите. Вы же такие доверчивые россияне. Вы все считаете, что для вашей безопасности все хорошо. Только вот ни хрена, ни разу полиция не помогла что-то моей безопасности. Хотя бы полиция. Не говоря уже о камерах наблюдения. Они только против могут. Камера наблюдения была в полицейском участке. Они сказали, посмотри, там камера наблюдения, она все записывает. Ну пожалуйста, я сказал главе, их начальнике. Там он сказал, камера наблюдения, она все записывает. Там записаны их преступления. Как они издеваются надо мной. Он сказал, а камеры как раз такие. В этот момент. И не работала с легкой улыбочкой. Их начальник полиции нашей приходил к нам даже. Представь. Если не веришь, могу разговор с ним выложить только. Ну такой разговор, знаешь. Ну короче, жизнь простого человека ничего не стоит. Если бы мы были не простыми людьми, а кое-какими, тут бы вообще такое бы поднялось. А когда простого русского человека, он сам же виноват окажется. Еще наградят этих полицейских, сделают их героями. Вот все. Это факт. Я могу доказать тебе это на фактах. Показать статьи, где про них сделали статью хвалебную, продажные СМИ. Местные. Про меня они никогда не сделают статью. Никогда не поддержат ни копейкой. Сука, я рисовал. Вы делаете из человека чудовище, тем самым вы не думали, что если вы человек, который за свои средства рисует для города, ничего не получая взамен годами, да, он больной немного, но вы издеваетесь над ним, вы можете сделать из него чудовище просто. Вы не думали об этом, нет? И виноватым сделать будет он в ваших глазах. Не вы. Вы, конечно, не виноваты ни в чем. Вы же добрые люди, вы же добрые малые, вы добряки такие, да. Вы бьете в кадык, вы бьете в печень, вы издеваетесь словесно, вы запугиваете, унижаете. Вам ничего за это нету. Вы получаете деньги огромные с налогов. Вы же добрые люди, да, молодцы. Вы ловите таких преступников, как я, которые мечтают сделать город чудом света и всю жизнь рисуют бесплатными мелками на серых плитках. Спасибо вам, блин. Может, в следующей жизни я вырос, буду чудовищем. Может, в следующей жизни я... Будет что-то ужасное. Я буду что-то такое делать, что... Чего вам будет очень плохо. Может, карма действительно работает. Только таким образом страдания. Потому что здесь столько творится беззакония и ужаса. Столько творится беспредела, и люди молчат. А какой-то западный чел говорил, что если общество молчит, то это признак больного общества. А здесь люди вообще боятся даже блог за свой записать. Я тоже боюсь. Я записываю, и при этом я считаюсь тряпкой, ничтожеством, трусливым, недосуществом. Ну, меня называют в народе. Ну, точнее, не в народе. Ну, в народе, да. Добрые люди, умные люди. Атеисты там, великие. Все такое. Только они что-то ни хрена не записывают в видеоблог о проблемах России. О том, что там сюда свозят язерные отходы. Их и сейчас везут. Круглосуточно их везут с Европы. Грета Тунберг что-то не записывает в видеоблог об этом. Не изменяется перед русскими. Перед сибиряками. Нет. Потому что мы никто для нее. Где-то Тунберг просто выбрали ее. Как и Ван Гога. Я восхищаюсь легендой про Ван Гога. Но сам Ван Гог его просто выбрали. Сделали избранным. Написали про него книжку. Какой он крутой. Ну, грубо говоря. Какой он был весь такой несчастный. На самом деле там, блин, полно художников умерло, которые более несчастные его прожили жизнь. И никто о них не знает, блин. Я знаю, я читал многое. И о них никто не знает. А о Ван Гоге знают. Даже о Ван Гоге не знают в России. Когда я спрашивал, там, видео могу скинуть. Вы сами посмотрите. Все знают только про Пикассо. Почему-то. В Красноярске. Короче, пофиг вообще. Можешь себе представить такое, что одного французского художника о нем написали в газетах Моне или про Моне. Я не помню точно. Написали в газетах, что он отличный художник. Просто отличный художник. И он хотел покончить с собой. И он так возмутился. Он прям вот так подпрыгнул прям со стула вверх до потолка. Там такая реактивная тяга была. А он заорал. Пришел и заорал. Почему вы не написали, что я самый великий художник всех времен Энергии? Ой, простите. Простите, пожалуйста, великий господин художник. И написали, что он самый великий, величайший супермен, гений всего мира и покоритель космических миров. Это факт. А потом, когда... И потом... И он еще был недоволен, еще он ходил злой. А в нем написали просто, что он великий художник. Но они написали, что он самый великий художник всех времен народа. И один друг, один друг его сказал ему, можешь меня застрелить на дуэли, чтобы выпустить пар. Представляешь? И он встал, и тот Имане высорил в него и промахнулся, не убил. Просто повезло. Выпустил пар. Представь, представь такого друга иметь. А здесь какие друзья, они тебя избивают, когда ты в депрессии, когда художник в депрессии. Здесь друзья тебе, друг тебя и забьет за это. И забьет, унизит, до комы забьет. Вот здесь какие друзья, блин. А какие друзья у Франции? Это крайние примеры, дикие. Я не поддерживаю ни один из них. Но просто сравни. Здесь отличий, найди Франции, блин, как художнику относились. Какие друзья там были у него. И здесь какие. Когда у тебя депрессия, он тебя берет, заводит в такое место, где нет свидетелей и забивает тебя. Пока ты не убежишь или пока ты если ты не убежишь, он тебя просто до комы забьет или вообще до смерти. Ему ничего не будет. Потому что свидетелей нет. может он уже таких много забил и не было свидетелей и просто забили на это менты местные. Они даже не станут проверять его. Даже не проверяли. Они жертвы. примерно как у Иисуса отпусти варавву только еще более цинично. Отпустили варавву жестокого человека очень, который садистические удовольствие получал, рассказал вам. Ладно, не будем. Короче, вот таких и таких не трогает. Полиция такие нормально живут здесь. А такие, как я, городские сумасшедшие здесь никому не нужны. Их избивают. Не может простить. Сегодня я в депрессии бил, мне плохо было. Я ранимый человек. Ну да, ты тоже ранимый. Конечно. Поэтому надо забить. Ну да. Да, все правильно поступил. Что еще делать? Только забить до шрамов на лице до потом еще полицейские избили меня. Молодец. Спасибо тебе. Хороший друг. Врач еще сказал мне хороший у тебя друг. Хороший друг, да. Это правильно. В России друг тебя забьет до кома, если у тебя депрессия. Тебя травят, гнобят. Он сам помогает еще этому. Думаешь, я не знаю, что ты выложил, что я тебе скидывал. Ты поспособствовал травле моей. и такие люди потом тебя избивают. А во Франции сравнив пример во Франции, что как относятся и здесь. Короче, что говорить. Вы считаете, вам невозможно ничего объяснить. Какая разница. так я рассказал бессмысленно. Скоро Франции уже не будет там наверное. Так что какая разница уже. Ну то есть я хотя что мне сделают. Хотя может YouTube забанить. Нет Франция будет просто там будет короче послушайте этого чертового Панасенкова. Гения Евгения чертового аристократа чертового который нихрена не сделал своей жизнью только умеет. Вот смотри я рисую что ты скажешь про меня Евгений Панасенков что я немытый небритый бородатый ничтожество да давай запиши про меня видео Евгений Панасенков я требую запиши про меня видео какой я бородатый немытый небритый еще у меня крестик Христа из распятого запиши про меня видео Евгений Панасенков Евгений гений Панасенков запиши обязательно запиши какой я плохой Какой я немытый, небритый Что-то такое немытый, небритый, невежественный, необразованный Ничего не умеет А ты-то все умеешь, блин Ты офигенно все умеешь Ты вообще ничего не умеешь делать, блин Ты просто умеешь только по баллам ходить Ты застрял в девятнадцатом веке, где эти Только они там стрелялись из-за дамы Ты не стреляешься из-за дамы, потому что ты не любишь дамы Ну это нормально Таким как Евгений Понасенко вообще легко Он не ревнует, он не парится из-за женщин Вообще нормально В России особенно Потому что в России женщины сейчас из-за экономической ситуации Из-за государственного Пропаганды Они, короче, выбирают только определенный тип мужчин В основном это капиталисты, либо военные В основном капиталисты Коих всего-то Малый процент Простые люди издеваются друг над другом Считают себя богами на земле Читают Кастанеду у нас тут бесконечно Кастанеда великий Все читают тут Кастанеду Каждый, каждый прочел Кастанеду в своей жизни Даже эта чертова Собчак Прочла Кастанеду, можете найти видео на ютубе, где она говорит об этом Типа она умная Только в СНГ читают Кастанеду В нормальном мире люди не читают такое В цивилизованном мире вообще никто про него не знает Им плевать на него Только в России, блин, начитались Без того здесь жестокость Еще стали более жестокими друг к другу Безжалостными К себе и друг к другу Вам и так безжалостно Относятся Правительство Государство Все к всек Государство